Добрый день, в эфире Ян Арт и 1001 секунда об экономике. Курс рубля всю минувшую неделю вел себя смирно и в принципе подтвердил способность Центробанка взять ситуацию под контроль. Но об этом говорить не будут за четкость действий, и ЦБ хвалить не принято. Впрочем, и хвалить рано, пока не ясна судьба рубля в оставшиеся месяцы года. В самом Центробанке, кстати, поднимая ставку, отметили, что нет никакой психологической границы курса рубля. Видимо, это ответ на косвенный вопрос о том, что власти боятся допустить снижение рубля до уровня 100 рублей за доллар и ниже. Что называется, намек понят не бояться. Что предлагается делать для дальнейшей поддержки рубля помимо уже повышенной ставки ЦБ и валютных интервенций. С неожиданным предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин ограничить суммы рублевых переводов за границу. Лимит предложен, правда, не маленький – 100 миллионов рублей. Это вдобавок к лимиту по переводу долларов за рубеж, который для россиян сейчас составляет не более 1 миллиона долларов в месяц. По мнению Костина, это позволит закрыть лазейки по уводу денег из страны. Ничего себе лазейка присвистнет в этом месте средний россиянин. Его мнение вполне разделило бы и средний европеец, и средний американец. Это не лазейка, это дыра, я бы даже сказал дырища. Но российские чиновники считают, что миллион долларов или 100 миллионов рублей в месяц – это серьезное ограничение, прямо ни охнуть, ни вздохнуть. Центробанки сначала отметили, что предложение Костина надо рассмотреть, но в конечном счете Набиулина заявила, что ограничение рублевых переводов неэффективно, и что для того, чтобы капитал оставался в стране, надо создать ему комфортные условия, а не ограничивать запретами. С этой логикой трудно не согласиться, хотя хотелось бы, чтобы та же логика касалась и долларовых счетов самых обычных россиян. Ограничения на снятие наличной валюты продлены еще на полгода. Но, видимо, в вопросах запретов и комфорта для богатых и обычных у нас действуют разные принципы. Что позволено Юпитеру, то запрещено снять со своего счета быку. Впрочем, ограничения на россиян накладывают по очереди и внутри страны, и снаружи. Недавно Центробанк Узбекистана приостановил денежные переводы за рубеж, в том числе переводы из России и в Россию. Ирония судьбы, 20 лет переводы гастарбайтеров полноводной рекой текли из России в Узбекистан, и вот теперь дружба кончилась. И, судя по всему, Узбекистан бежит подальше от финансовых взаимоотношений с россиянами. А ты зачем бежал? Все побежали. И я побежал. Но не все бегут на банковском рынке. Некоторые, сжав зубой, держат круговую оборону. Например, Райфайзенбанк. Уже даже и в структурах Евросоюза критиковали Райфайзен за то, что он не уходит из России и продолжает вести дела с русскими. Но Райф стоит на месте, столь же героически, как австрийский солдат во французских городах в 1815 году, после того, как Бонапарта одолели русские, английские и прусские войска. Не так давно Райфайзенбанк ввел для своих российских клиентов комиссию за перевод в размере до 50% от суммы самого перевода. То есть при переводе тысячи долларов 500 забирает банк. И вот эту впечатляющую сумму объяснили умелые эксперты. Мол, банк ввел такую комиссию, больше похожую на пиратский абордаж, от страха из-за санкций. Хорошая логика. Иногда со страху чего только не прикарманишь на нервах. А я могу со страху перестать платить налоги и штрафы, задастся вопросом, готовый до смерти перепугаться россиянин. Но ответ все тот же. Что позволено Юпитеру, то не позволено Быку. Так что россиянам придется бояться бесплатно и постараться избегать услуг испуганных финансистов. Впрочем, большинство россиян озабочены не столь лимитами и комиссиями валютных переводов, сколь платежами по своим кредитам. Чрезмерная закредитованность россиян уже года четыре беспокоит Банк России. В свое время произошел даже публичный спор главы ЦБ Эльвиры Набиулиной и тогдашнего министра, а ныне помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина, относительно рисков кредитного пузыря. Орешкин считал, что и есть риск кредитного пузыря, поскольку население потребляет выше уровня своих доходов. Набиулина говорила, что все под контролем, но люди берут кредиты не на лишнее потребление, а не от хорошей жизни. С тех пор общий кредитный долг россиян банкам неустанно рос и перевалил недавно за 30 триллионов рублей. Причем 15 триллионов россияне должны по ипотеке. Российские банки продолжают неплохо себя чувствовать даже в нынешних сложных обстоятельствах. Только в июле, по сведениям Центробанка, на ослабление рубля банки заработали около 100 миллиардов рублей. Август-сентябрь, по предварительной оценке, дадут им примерно еще столько же. Впрочем, в истории российского банкинга, помимо грабительских комиссий, безудержного кредитного расставщичества и прибыли от падения национальной валюты, в этом году открыта новая страница. В четырех регионах России идет эксперимент по внедрению исламского банкинга. Эксперимент сам по себе интересен, но уж слишком елейно иногда подают суть происходящего некоторые отечественные СМИ и эксперты. Мол, банкинг по законам шариата не приемлет расставщичество, базируется на принципах партнерства и прочее, и прочее. Думаю, это хорошо известно нашим зрителям. Одна маленькая деталь. В России нет ни одного исламского банка. Ведут эксперимент все те же классические банки, сколотившие капиталы на судном проценте, кредитном рабстве и прочих прелестях обычного банкинга. Так что, повторюсь, эксперимент хороший, полезен, но когда в ваши уши пытаются залить слишком много елея по поводу намерений, которые, вспомним старую рекламу, как воздух гор чистый, стоит задаться одним вопросом. Каждый серьезный инвестор задумывается о диверсификации своих инвестиций. Для меня вариантом эффективных инвестиций вне биржи стали инвестиции на крауд-платформе Jetland. Крауд, на мой взгляд, дает несколько преимуществ. Первое. Все наши инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центрального банка России, который ведет реестр инвестиционных платформ. Второе. Инвестиции на крауд-платформах – это, по сути, альтернатива фондовому рынку. Все процессы и вся доходность здесь формируются не в едином цикле с фондовым рынком, который может лихорадить, который может испытывать просадки и коррекции. Третье. Доходность здесь выше доходности банковских депозитов. Четвертое. Здесь высокая степень диверсификации наших инвестиций, поскольку наши инвестиции на платформе Jetland распределяются маленькими суммами по займам, которые выдаются заемщикам этой платформы, то есть предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиенты инвестиционных платформ, несмотря на все потрясения последних лет, оказались устойчивы, что, впрочем, и можно было ожидать от тертого российского малого бизнеса. Процент дефолтности заемщиков платформы оказался минимальным. Пятое. Работа на платформе Jetland не требует усилий. Регистрация производится дистанционно. Лично я использую формат автоинвестирования, то есть режим автоматического распределения моих средств в соответствии с теми настройками диверсификации уровня рисков и сроков инвестиций, которые мы с вами можем выбрать. Напомню, что риски делятся на основные группы А, Б и С. Еще один плюс для тех, кто осторожно относится ко всем новациям и намерен попробовать этот вид инвестиций, но не готов вложить в него значимую сумму. Режим автоинвестирования работает всего лишь от 2000 рублей. Поэтому вы можете попробовать инвестиции на платформе Jetland с минимальной суммой и посмотреть, как это работает. Для зрителей канала Финверсия мы с коллегами из Jetland договорились о том, что им будет предоставлен особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. Еще один штрих к портрету банков. По стране пошел слух, что массово сворачиваются сети банкоматов и скоро карты будет невозможно обналичить. Очередной припадок все пропало. На самом деле банкоматы не исчезнут, но проблемы по этой части действительно есть. Во-первых, Ситибанк, российская дочка американской банковской группы Сити, сворачивает свои банкоматы в России и до конца года закроет все банкоматы до единого. Операции можно будет совершать только в мобильном приложении банка. Так что пора эвакуировать свои средства из Сити. И сделать это лучше оперативно, потому что в истории этого банка уже есть опыт ухода из России в 1918 году вместе с деньгами российских клиентов. Но это не мы, это ваша тогдашняя власть виновата. Во-вторых, у других российских банков наметились проблемы с поставками как самих банкоматов, так и запчастей для них, поскольку все это хозяйство было западным импортом. Сбербанк, правда, уже объявил, что выход найден и с нового года начнет ставить банкоматы китайского производства. Эксперимент уже идет. В 2024 году начнут появляться первые китайские банкоматы. Они очень качественные, заявил первый заместитель правления Сбера Александр Ведяхин. Я уверен, что наши клиенты не заметят разницы. А то как же, закивали головами россияне. Это когда ж такое было, чтобы мы отличали что-то китайское от чего-то немецкого, да не в жизнь. Программа Сбербанка по замене немецких и американских шайтан-машин на китайские особенно пикантно выглядит на фоне публикации недавнего опроса Института экономической политики имени Гайдара. Из опроса следует, что российские компании отказываются от иностранного оборудования. Во всяком случае, так явствует из заголовка. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в России растет число желающих покупать оборудование в Китае, Турции и Индии. Видимо, эти источники не попадают под определения иностранные. Они свои родные. Впрочем, понять бизнес можно. Полтора года как громко заявили сначала об импортозамещении, затем провели важное правительственное совещание и на нем постановили, что вместо термина импортозамещение надо употреблять термин технологический суверенитет. Мол, так красивше будет. Больше ничего не изменилось. Например, российские типографии заявили о повышении цен на свою продукцию, поскольку за это время так и не нашли в России замену импортным краскам и нитям для переплетов книг. А российские киностудии констатируют, что сохраняют полную зависимость от импортных видео и кинокамер. Справедливости ради, вы заметили, что громкие речи об импортозамещении и технологическом суверенитете как-то незаметно, но очень быстро сошли на нет. Даже на Восточном экономическом форуме эта песня практически не звучала, а говорили больше о сотрудничестве с Азией и Африкой. Впрочем, это не значит, что совещание по поводу переименования несостоявшегося импортозамещения в несостоявшийся технологический суверенитет Дмитрий Медведев проводил зря. Ведь как справедливо заметил другой врунгель российской жизни. И эту истину прекрасно понимают высшие чиновники. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опять вернулась к теме детских игрушек и заявила о важности производства игрушек с изображением героев российской истории. Спикер Сената сделала это в обращении к участникам проходящего в Уфе Всероссийского форума игр «Айда играть». С игрушками у Совета Федерации давние теплые отношения. Еще весной Матвиенко призывала выпускать национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие и интеллектуальные. И вот теперь предлагается еще и сделать их национально героическими. Уже тогда призыв Матвиенко был подхвачен производителями, которые тут же попросили у президента налоговые льготы и бюджетные субсидии. Теперь видим, история отечественных игрушек с пониженной налоговой ответственностью еще не закончена. Возможность получить казенные деньги и плюс к тому налоговые льготы – дело для отечественных бизнесменов всегда серьезное. Господа военные, мы с вами не в игрушки играем. Ни в крестики-нолики, ни в прятки, ни в шалочки, ни в горелки, ни в фантики. И не в эту игру, как ее, кольцом-то, которую... Ну дергайся ты, черт ее, не помню сейчас. Об игрушках для более взрослых детишек тоже много новостей. Во-первых, мировые криптобиржи продолжают ограничивать работу с клиентами из России. Две крупнейшие криптоплощадки мира – биржи OKX и Binance – ввели ограничения для россиян. И, как пишет деловая пресса, возможно, их усилят. И это накануне того, что российские власти уже третий год вот-вот легализуют майнинг. В Госдуме уже подсчитывают потенциальный доход казны от легализации майнинга, а в Министерстве энергетики думают о том, какие тарифы установить отечественным майнерам. Видимо, к моменту, когда все наконец решат, россиян полностью заблокируют на криптобиржах, и любителям финансовых новинок останется обратить свой взор на цифровой рубль. На днях в Банке России сообщили, что пилотный проект по использованию цифры рубля идет по плану. Сейчас тестируется механизм цифровых переводов, и в эксперименте принимают участие уже не только юридические, но и физические лица. Что касается механизма отслеживания всех операций с цифрорублем, то этим Банк России намерен заняться на более поздних этапах внедрения цифрового рубля. Как и к вопросу о том, что власти могут ограничить, на что можно будет тратить цифровые деньги, а на что нельзя. Как заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, ограничение того, на что вы можете потратить конкретную единицу денег, делает эти деньги менее ценными по сравнению с теми деньгами, которые вы можете потратить на что угодно. Конец цитаты. Спасибо, Касатик, мы это давно поняли, закивали головами скептически настроенные россияне. У цифровых рублей есть еще один явный минус в сравнении с обычными. Их нельзя взять в кредит, а по сбережениям в цифровых рублях не будут начисляться проценты. Этот минус предлагает ликвидировать председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что к этому все равно придет, а заодно отметил, что цифровой рубль де-факто убирает банки из нашей жизни. Банки население не любят, но вот проценты любят. Как и свое право распоряжаться деньгами как угодно, а не на усмотрение властей. Так что вокруг цифрового рубля предстоит еще много эмоций. И, как отмечала сама глава Центробанка Эльвира Набиулина, много скепсиса и недоверия. Кстати, на недавней пресс-конференции Набиулина, как пишет пресса, сообщила, что наличные деньги не исчезнут, так как на них есть спрос. И вот здесь население не могло не согласиться с этой мыслью. Недоверие россиян к цифровизации денег и всякого разного государство намерено преодолеть. И вот, как сообщают, новая правозащитная организация в России займется повышением цифровой культуры населения. Называется она «Белый интернет», но предназначена, судя по всему, для представителей любой нации или расы. Целями новой организации, по словам ее руководителей, станет популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере. Учредителем белого интернета выступило российское агентство правовой и судебной информации. Но небольшая ирония судьбы. В эти дни мошенники развели по телефону директора этого самого российского агентства правовой и судебной информации Виталия Ушакова. Ему позвонила дама, представившая сотрудницей госуслуг, сообщила, что за выслугу лет в РАПСИ ему полагается бесплатная путевка в санаторий или компенсация в денежном эквиваленте. Директор РАПСИ назвал мошенницы данной банковской карты и код из СМС, и около четверти миллиона рублей ушли с его банковского счета. Что ж, теперь ясно, защита наших прав в интернете в надежных руках. Защитники теперь не понаслышке знают, что можно и чего нельзя делать в интернете. О, брат, это жулики. Пока население с недоверием принюхивается к тому, чем пахнет цифровой рубль и заботливо перепрятывает наличные, о переходе на черный нал подумывают российские СМИ и информационные каналы. Причина — гениальный закон о маркировке и регистрации интернет-рекламы, принятый в прошлом году Думой, несмотря на сопротивление некоторых депутатов. Закон грозит СМИ и блогерам серьезными штрафами, но вот сам механизм маркировки до сих пор толком никто объяснить не может. В интернете уже появились многочасовые вебинары на эту тему, и сама попытка объяснить, как это вообще делается, превратилась в новую разновидность бизнеса. За информационщиков вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он предложил наложить мораторий на штрафы за нарушение маркировки интернет-рекламы, пока не появятся исчерпывающие рекомендации или инструкции, как это вообще делается, от Роскомнадзора. СМИ и блогеры скрестили пальцы и ждут пояснений. И если таковых не будет, то возникает резонный вопрос, а чего хотели добиться новым законом? Того, чтобы оградить россиян от недобросовестной рекламы или возможности разорять независимые источники информации? Впрочем, некоторые вопросы в нынешние времена и задавать не с руки, тем паче, что атмосфера в информационной среде неспокойная. Блогеры-ютуберы, как следует из исследования платформы PayWell, опубликованного агентством РИО, массово переходят в Телеграм и создают там платные каналы, поскольку возможность монетизации на Ютубе для россиян утеряна. И судя по тональности публикации, государство с позитивом смотрит на иммиграцию независимого контента в пространство мессенджера Телеграм. Как пишет официальное агентство РИО со ссылкой на эксперта, Телеграм является идеальной площадкой для монетизации контента в текущих условиях. Прежде всего, это популярный мессенджер, которым пользуется большинство россиян, поэтому нужную аудиторию привлечь достаточно легко. Телеграм поддерживает все форматы контента, позволяет авторам взаимодействовать с аудиторией и настраивать различные степени приватности. Если государство говорит о приватности, значит, она точно собирается подсматривать в замочную скважину. Молча подумал про себя многоопытный россиянин и поинтересовался, а что там с другими вариантами. А вот по части других вариантов реакция негативная. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил на прошлой неделе, что допускает блокировку мессенджера WhatsApp в России, если на этой платформе появятся русскоязычные информационные каналы. WhatsApp принадлежит корпорации Мета, деятельность которая в России признана экстремистской и запрещена. Такой вот информационный расклад на сегодня, весьма напоминающий очень давние управленческие идеи. Занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон-телеграф. Тема переживаний российских олигархов, о которой мы говорили в одном из недавних выпусков нашей программы, дополнена новым штрихом. Миллиардер Михаил Фридман, проживающий ныне в Британии, поделился в интервью газете Times своими чувствами. По его словам, он потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Великобритании. Фридман посетовал, что всех богатых выходцев из России в Британии, похоже, по умолчанию считают преступниками. Господин Фридман, откроем вам новость. Всех небогатых и даже не проживающих в Альбионе россиян тоже похожи по умолчанию. Правда, Times об их ощущениях не пишет. Напомним, что полтора года назад Фридман вызвал массовое сочувствие россиян жалостливым рассказом, что из-за блокировок банковских транзакций ему приходится самому убираться в своем доме. Чудовищно выдохнули в этом месте обомлевшие россияне. Всю жизнь нас учат. Убирай комнату, не сутулься, не шаркай ногами, будь мужчиной. Не хами сестре. Никогда не мешай пива с вином. Ах да, не езди по железной дороге. Фил, с этим даже я согласен. Фил? Да-да, могу поспорить. Он свернет. Я больше не собираюсь жить по чужим правилам. Это я заметил. Мы должны сами делать выбор. По нему и жить. Делать свой собственный выбор, наверное, это главный и единственный способ сделать так, чтобы не новости определяли нашу жизнь, а мы сами диктовали жизни свои новости. Почти как у Гомера. Судьба шепчет воину, что приближается буря. А воин отвечает. Я и есть буря. Желаем всем зрителям нашей программы по возможности жить именно так. Даже если сейчас непросто быть воином собственного выбора. Взгляни на воинов. Их храбрость висит на волоске. Если нам уготован конец, пусть они встретят смерть так, чтобы об этом слагали легенды. Три дня назад ушел из жизни поэт Николай Добронравов. Вместе со своей супругой и с автором Александр Пахматовой, ставшей символом целой эпохи. В честь жизни, прожитой так, чтобы о ней слагали легенды, мы и завершаем наш парафон его словами. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома. Снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни доволен одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека Многое теряется из виду Тают грозовые облака Кажутся нелепыми обиды Надо только выучиться ждать Надо быть спокойным и упрямым Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы Надежда мой компас земной А удача награда за смелость А песни доволен одной, чтоб только о доме в ней пела И забыть по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то недопели Милые усталые глаза Синие московские метели Снова между нами города Жизнь нас разлучает, как и прежде В небе незнакомая звезда Светит словно памятник надежде Надежда Мой компас земной А удача награда за смелость А песни доволен одной, чтоб только о доме в ней пелась Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова